Тренерская работа Тренерская работа Я родился в щитках, и это не только вратарский образ, но и факт. Наша семья жила в щитках, в щитковых домах на автозаводе. Мама работала в колесном цехе на газе, отец там же на автозаводе грузчиком. Я был, что называется, трудным ребенком. И неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы не хоккей. Мы понятия не имели, что такое хоккей с шайбой. Узнали об этом только когда на автозаводе построили свой стадион в 1952 году. Мы ходили на стадион и смотрели на тренировку хоккеистов. Я хотел быть нападающим. Стоять в воротах хочет не каждый. Потому что когда в тебя бросают шайбу, бывает больно. Вот опасное положение. Коноваленко, Коноваленко. Если уж Виктор лежит, значит дело серьезное. Вот тут нужна смелость. Ну и терпение. Научиться не жалеть себя в этом секрет вратарского мастерства. Это я понял не сразу. 11 марта 1957-го Коноваленко дебютирует в составе команды мастеров «Горьковского торпеда». С его именем во многом связан самый громкий успех торпеда – «Серебро» 1961-го. Первое, что бросилось в глаза, когда вышли на лед – огромный плакат, на котором оршинными буквами было написано. «Торпедо! Серебро! Да, бронза! Нет!» С этого времени Виктор Коноваленко – основной вратарь в сборной СССР. И с его именем связана великая эпоха советского хоккея, начавшаяся в 1963-м. Десятилетие убедительных побед на чемпионатах мира и Олимпиадах. Я патриот своего города. И этим горжусь. Я могу понять Челябинских, Саратовских и многих других ребят, которые играют в московских клубах. Но сердцем принять никак не получается. Неужели у них не опускаются руки, когда они выходят на лед в родном городе играть против родной команды? Вроде не сентиментальный я человек, но душа болит за всех, кто бросил свой клуб и уехал из своего города. В жизни Виктора Коноваленко было лишь две команды. Сборная СССР, в составе которой он стал двукратным чемпионом Олимпийских игр и восьмикратным чемпионом мира. И его родное горьковская торпеда. Субтитры создавал DimaTorzok